Друзья, вы можете спросить себя, если вы смотрите все наши видео одно за одним, вы можете спросить себя, а куда это Михаил и Светлана едут в понедельник утром? Буквально уже почти приехали в город Сан-Франциско, что правда, вот мы уже прямо въезжаем в Сан-Франциско, куда они едут в столь ранний час, ну уже полдень, но это неважно, вместо того, чтобы, например, Михаил на работе сидел. Да, это что-то для него крайние. Во-первых, я хочу сказать, что мне велено было на работу раньше четырех не приходить, можете сказать, а что тебе вообще приходить, но у меня в шесть часов урок я веду в онлайне, я обычно веду это из офиса, хотя мог бы, наверное, и из дома, но я предпочитаю делать это из офиса. Теперь, мне велено, до четырех не приходить, так что сейчас как бы правильное время что-нибудь еще сделать. Ну, и тут надо сказать, что в пятницу, в пятницу я писал резюме девушке, и выяснилось, что девушка эта несколько лет в Европе проживала со своим супругом, который программист, он тут работал, там работал, в частности работал он в Голландии. И мы с ней начали обмениваться впечатлениями о Голландии. И мои впечатления, кроме того, как трудно было попасть в туалет в этом парке цветов, как он там, Керкинхофф, как он там еще назывался, я забыл название. Так вот, мои другие впечатления были гораздо более позитивные, и это селедочка, друзья, голландская селедочка. Сказать, что это такое словами невозможно. Это нужно однажды просто скушать. И тогда вы поймете, что сказать этого нельзя. Света, ты согласна со мной? Да. Да. Вот, значит, были мы в Голландии, ели селедочку, никого не трогали. И, значит, сейчас я полосу должен поменять. Значит, я все спрашивал себя после этого. Я спрашивал себя, а почему в Голландии эта селедка есть, а, например, в Америке этой селедки нет. Вот, знаете, причем, как я знал, что ее нет, я просто с ней не встречался, вот, как-то в торговой сети, не было. И тут я с женщиной, значит, беседую, делаю резюме, и мы дошли с ней до селедочки. И я сказал себе, не может такого быть, чтобы голландские селедочки нельзя было купить в Америке. Может быть, ее нет там в большом универсале, который тут у нас на местности рядышком, но, во всяком случае, где-то же она должна быть. Может быть, можно заказать баночку там по почте, может быть, прямо из, в конце концов, выписать из самой Голландии, если что. И пошел я исследовать вопрос. И доисследовался до того, что, оказывается, в городе Бёркли, а это от нас, грубо говоря, час езды, если без трофика, конечно. Там, час ноль три, час ноль четыре, что-то такое мне там показала система. Час езды. Есть магазин, который называется Nordic House. У него даже веб-сайт такой же простенький, как название самого магазина, то есть nordichouse.com. Вы, друзья, знаете город Бёркли, скорее всего, если вообще знаете, скорее всего, вы его знаете, как город, в котором находится известный достаточно университет Бёркли. Здесь он называется UC Бёркли, University of California, Бёркли, UC. Так вот, значит, а мы знаем его, ну, не только с этой стороны, поскольку у нас там действительно дочь закончила UC Бёркли. А мы ещё вот его теперь знать будем с точки зрения рыбки солёной, селёдочки. Селёдочка по-нашему, по-местному, называется Херинг. Я даже начинаю подозревать, Света, что фамилия соратника фюрера, которым Геринг известный, это вот оно, наверное, и есть. Я не помню, как оно пишется там, вот, а Херинг пишется через буковку H, с двумя R. Вот, так что вы, значит, мы едем в такое место, где этот самый Херинг. Они его, этого Херинга, рассылают, ну, не только, там у них много продуктов. Они рассылают всё это со льдом, сушёным, по всей Америке. И я, когда пошёл на сайт, почитать, значит, там, что люди пишут, они пишут абсолютно со всей страны. В восторге от нашей селёдочки, которую мы сейчас вот должны приобрести. Вот. И Света говорит, пусть они нам по почте пришлют. Мы же тут недалеко, там все дела. Ну, я подумал, нет, мы не можем отказаться от удовольствия приехать в это место, заснять репортаж, показать вам, как это всё устроено. Кроме того, вы не забывайте, что у нас, ну, помимо нашего зрителя иностранного, так сказать, внеамериканского, который, может быть, не станет селёдочку заказывать из Америки. Есть люди, которые живут в Америке и в Канаде, которые легко могут заказать, но есть ещё люди, которые на местности у нас тут, вот, в самой Берии. Нас смотрят и студенты, многие смотрят, и не студенты, их родственники и так далее. То есть речь идёт о достаточно большом количестве людей. Поэтому мы чувствуем некоторую обязанность, как бы ответственность перед ними. Видите, мы в город въехали, начинает потряхивать. Вы, наверное, чувствуете это хорошо у себя на экранах, качество дороги, дорожного полотна не такое хорошее. Вот, и вот этот даунтаун Сан-Франциско. Света, правда, впечатляет? Очень красиво. Очень красиво, да. Я не знаю, как это видно вот на эту камеру. Это сюда чуть-чуть. Направо немножко, да. Ну, в общем, красиво. Так вот, это мы въехали в Сан-Франциско, друзья. Светик спокойненько, мы едем по хайваю, и этот хайвей приведёт нас к мосту. По этому мосту мы выедем из Сан-Франциско и приедем в город Окленд, на той стороне залива. А дальше уже Бёркли находится немножко севернее, чем Окленд. Мы так поедем по-другому хайвее номер 80, который там идёт вдоль берега, но с той стороны вдоль залива. И так естественным образом придём на улицу Эшли, и там уже вот прям будет этот магазин рядышком, там на Сан-Пауло. Вы увидите. В общем, это не то, что мы всю дорогу будем тут снимать. Нет, конечно. Я просто рассказываю. Давайте повернём теперь Ливии, так, чтобы было интереснее смотреть. Я вам рассказываю, что позвало нас в дорогу. Так, сейчас тут, кстати, просто надо пропустить народ. Так, всё, выходим в нужную полосу. Да, так что, значит, я надеюсь, что мы встрепенём тех людей, которые не ели этой селёдочки. Вот, но хотели бы попробовать тут народ то, что на местности. Но, кроме того, у нас вообще процентов 7-8 трафика, который у нас на канале, это люди, которые живут в Соединённых Штатах. Там 7-8 процентов, это я даже не знаю, если брать подписчиков, там 90 тысяч, то 7-8 процентов от 94 тысяч. Да, это мы смотрим на 6-7 тысяч народу. В общем, есть, есть кому отведать селёдочки. Светик, ты мне разрешишь, если мы сегодня сейчас всё приобретём, что мы хотим, ты мне разрешишь потом взять на работу пару рыбок? И мы с сотрудниками, друзья, вместе. Вот, потому что в селёдке радость не в том, что ты селёдка солёного. Не в том, что вымачивать надо, все пишут, что нужно 2 часа минимум вымачивать. Вымачивать, ну, посмотрим, мы посмотрим. Говорят, что солёная, она в рассоле, понимаете? В рассоле, в бочках, да. Значит, я позвонил туда и спросил, как они вообще это всё. Они говорят, что получают в бочках, прямо из Голландии, в рассоле, а её же без головы. Это вообще филе уже. Они называют это филе. Слушай, вот как красиво вот сюда, в эту сторону. Вот я вот сейчас рукой подержу. Значит, ничего страшного, вот оно. Значит, филе, всё, посмотрели и хватит. Продолжаем ехать по мосту. Мост двухэтажный. Это вот он сложился. Это он когда-то, тут одна секция этого моста сложилась во время землетрясения 89-го года. И тут несколько машин придавило, погибло несколько человек. Вот на этом мосте дело было. Значит, да, селёдка. Получают они прямо в бочке. Я надеюсь, что мы заснимем эту бочку с этой рыбкой и покажем вам. Но это будет другой сюжет. Я просто рассказываю, что позвало в дорогу корреспондентов, так сказать, канала «Голос Силиконовой долины». Вот. И мы подумали, что надо, надо видеть, как это из бочки. Потом ещё рассольчик. Мы подумали, если мы приедем, то нам рассольчика нальют. А если не приедем, то не нальют. Это я не присылаю тебе рассоли. Я почитала, как они присылают, они там лёд кладут. Лёд кладут. Да, я вот такую тему хотел сказать, что смысл этой селёдки не в том, чтобы солёного наесться. Друзья, ничего хорошего в том, чтобы наесться солёного нету. Для здоровья, если смотреть. Ну, кроме того, что вкусно, конечно. Хотя обычно всё, что вкусно, для здоровья не очень хорошо. Но есть ещё такой, как бы, социальный аспект в этом. Вот тебе приходят люди, а ты им жах голландской селёдочке. Я не говорю, о-о-о-о, вот это вот очень важно. Если мне память не изменится, то, что мы там ели в ресторане, там не просто селёдка, а там к ней шёл ещё маринованный лучок. И вот это вот всё вместе. С маринованным лучком. Да, потому что она была малосольная, она была почти не солёная. Но к ней шёл такой хрустящий маринованный лучок. Я даже знаю, как его замариновать. Лучок мне не запомнился. Мне запомнилось всё остальное. Ну, неважно. Значит, когда мы только приехали в Соединённые Штаты, а приехали мы из такого, знаете, пространства временного, когда все полки были пустыми. Вот, как бы, то, что было раньше, уже пропало, а то, что появилось потом, ещё не появилось. И в то время, да и даже в хорошее советское время, если, допустим, у тебя была какая-то бутылочка венца, какая-нибудь оригинальная, там, импортная и так далее, это уже было поводом народ собрать, знаете, какие-то гости приходили. Вот, и не потому, что всем хотелось выпить, понимаете, тем более там евреи в основном, что они там пьют, но просто сам повод, знаете, какой-то дефицит. Вот. Так вот, я думаю, что появление у нас в холодильнике этой селёдочки, а говорят, что она может стоять полгода, они пишут, полгода может стоять в холодильнике, ничего с ней не делается. Просоли стоять. Просоли, просоли. Да, правильно называется. Б-р-и-н-и. Это рассол по-нашему. Так вот, слушай, шумно очень. Сейчас мы... Ой, куда же мы попали? На властях внутри жара. Так вот, появление этой селёдочки, друзья, решит ностальгическую проблему дефицита, который мы как-то отвыкли от него, понимаете? А дефицит нужен. Дефицит. Как Райкин говорит, пусть у нас всё будет, но всё-таки чего-то не хватает. Пусть чего-то не хватает. Да, слушай, что-то с мостом случилось. Тут настроились только дорогу на этом тренировке. Да, тут что-то понастроили. Мы тут давно не ехали. Я вот не помню вот этого, где мы сейчас... Ну, это новые, там развороты новые. Правда? Вот эти вот металлические канаты, я этого не помню. Друзья, наверное, это красиво. Я не знаю, может быть, вам понравится. Нет, залит, посмотрите там. Мы продолжаем ехать над заливом. Там был мост, там был остров один. Посредине залива стоит остров. Называется Трэжер Айленд. Трэжер Айленд, да. И там тюрьма. Это старый вид. Тюрьма на нем. Вот тот мост, который вырачивали. А, я все понял. Это новые, вообще новые кусочки. Я все понял. Это новый мост построили. Да, я попросил. Да, тот, что был, он справа. Покажи, Светик. Вот остатки старого моста. Да, да, да. То-то я смотрю, мост какой-то не тот. Да, все новое стало. Но все равно красиво. Какая погода вообще. А вот другой побережье, вот это Истбэй какой-то красивый. Это околон, там вот левее, туда немножко. Это Бёркли. Туда Бёркли, да. Это Бёркли. Давай, вернем камеру. Вернем камеру на место. А я думаю, надо же как действительно с мостом-то поступить. Он меня туда повредился. Опрометчиво. Да. Так вот, проблема дефицита. Понимаете, когда дефицит есть, это создает какую-то остроту в ощущениях. Понимаете, появляется смысл куда-то поехать в гости. Так думаешь, ну чего в гости? Вот можно лечь на диван, телевизор посмотреть. Это, вдруг говорят, гованская селедочка. И тут человек говорит, если там голландская селедочка, он пойдет купит какой-нибудь водочки. Понимаете? Я спрашиваю сразу, вопрос, а что принести? Может быть, он какой-нибудь органический помидорчик там купит. Ящик. Ну или еще что-то, знаете. Так что, как-то это очень важный инструмент общения. Поэтому, если вы думаете, вот что там в эмиграции вообще, как люди живут? Скучают, друзья. Скучают. Без дефицита. Скучают от присыщенности. Понимаете? В общем, мы въезжаем в Бёркли. И буквально через несколько минут, а для вас это будет одна секунда, вы просто переключитесь на другое видео. Через несколько минут, через шесть, вот у меня пишет система, мы окажемся на месте. На сём, за сём. За сём, пока. Продолжение следует...